Следующая партия была опять белая. И вот эта партия мне запомнилась тем, что соперник практически безнадежную позицию, очень плохую. Долго и упорно защищал. Была разыграна вот такая вот скандиновка, но здесь довольно трудно комментировать серьезную дебютную часть. В принципе, я играл более-менее пристроенно, получил перевес. Довольно заметный, на самом деле, перевес. Здесь мне интересно, после Е6, действительно, какое-то ли вообще имеет отношение, имеет ли какое-то отношение к реальности, вот этот ход в вариант СНС-6. СНС-6, Ферзаж-6, КНС-2, КНЕ-4, ну вот то, что я проговаривал во время партии, КНЕ-1. Здесь действительно, после ЛДН-4 белые побеждают. Побеждают просто теоретическим, на самом деле, образом, который, конечно, я не видел. То есть, я вот смотрел вариант Ф5, и здесь КНЕ-6, ФЕ7, ну и ЛДФ-7 тоже, наверное, держит позицию, да. ЛДФ-6 в том числе. Здесь есть ход КНЕ-7. То есть, блестящее перекрытие совершенно. На СНЕ-7 мат, на ФЕ7 СНЕ-6, и это тоже мат. Потому что на ФЕ6, ФЕ7, иначе черный теряет ФЕ, но это им там надолго не поможет. Другое дело, что после КНЕ-4, ЛДЕ-4, вместо КНЕ-1, черный могут сразу сыграть Ф5, и здесь у них порядок. Поэтому, наверное, СНЕ-3, с практической точки зрения, верное решение. У меня постепенно наращивало давление. Здесь, конечно, ЛДЕ-1 ход не туда. Надо было сразу сыграть АЖ, АЖ, ЛДЕ-H3. И партия на этом завершилась бы. И один сохраняет с белыми гигантский перерез, но вот здесь мой оппонент буквально из последних сил оборонялся, и мне казалось, что очень трудно его пробить. То есть, вот, я-то, конечно, все ходы в АЖ-5 видел, но не видел решающего продолжения здесь. Ну вот, на самом деле, а здесь только он Д-7 выигрывает, а вот что на КНЕ-7? Это я не мог понять. А вот здесь просто ЛДЕ-3 и черная ферзя нет доступа к обороне. Ну, в принципе, вариант несложный. ЛДЕ-3 просто очень заманчиво смотрится. Но здесь перерез белых потихоньку уменьшался. Я, конечно, все равно оставался весьма большим. И, наверное, по-настоящему нигде победу я не упустил. Так что, в принципе, эта партия была играна довольно неплохо. После этого мой оппонент играл снова белыми. Здесь было... Здесь было... Английское начало. Вариант с ходом КНЕ-5 на Е7. Но не думаю, что он отреагировал самым принципиальным образом. Эта позиция должна быть более-менее для черных неплохой. И вот тут, понятное дело, что движок этот ход сильно ругать не будет. Но мне он категорически не нравится, ход ЛДЕ-3-8. Просто пустая трата времени. Потому что никакие... Ну, я рассчитывал на КНЕ-4, но это совершенно ничего не дает после Ферз-Д1. То есть, да, СД-СД гарантировало бы мне бы хорошую позицию. Но здесь просто теряем много темпов. Поэтому пришлось признать свою ошибку. Позиция, в целом, вполне здоровая. Но я, как обычно, проседал по времени. Не справился с управлением. И в итоге получился опять же на Эйджпель, который, судя по всему... Судя по всему, проигранный. Не знаю, почему я его неправильно оценил. Действительно, Ферз-Д3 держит позицию без проблем. КНЕ-4. Интересно поанализировать. Но я подозреваю, что везде проиграно. Да, КНЕ-6. Я смотрел и после Ж4 не видел продолжения. Да, но движок тоже понимает, что есть невозможно сопротивляться. То есть, переход ПНЕ-4 был решающей ошибкой. Надо было брать на Ц3. Позиция оставалась в пределах равенства. Но, конечно, флаг бы все равно не удержал. Но, тем не менее, это не оправдание чисто шахматной ошибки. И здесь мой соперник легко довел дело до победы. После этого произошел курьезный случай, который, наверное, решил исход этого матча. Если это, конечно, можно назвать матчем в полном понимании этого слова. Был разыграно вот этот вот симметричный марк. И охота 6 не туда. После Ц5 у белых перерез. Он может быть не решающий, но достаточно заметный все-таки. И здесь я, наверное, перегнул палку с активностью. Надо было все-таки выставляться по центру. Вот видите, движок пишет КНД-5. Мне не нравилось КНД-5, потому что это лишний размен фигуры. Но с движком спорить невозможно. Я вот завел КНД-6. Оказалось, что он особо там ничего не делает. Ну, на самом деле, в основном эта ошибка связана с тем, что просто у меня ход Д6-Д5 выпал из поля зрения. Без хода Д5 у черных были бы колоссальные проблемы в этой позиции. Но он есть. Так, и перерез белых серьезно уменьшился. Вот здесь вообще, видимо, никакого перереза нет. Но как-то мне удалось получить снова хорошую позицию. Довольно, видимо, грамотными маневрами. Здесь у черных два слона взамен лишние пешки. Но все-таки у белых должен быть перевес. Наверное, тут перевес уже потихоньку приближается к решающему. Ну и вот, да, просто я, на самом деле, сейчас уже точно помню, что я хотел показать, что мой план после ЛЦ-7 взять на ЦС и поставить, ну, надежную блокаду на Д4 и приступить к реализации лишней пешки. Но вместо этого я просто сделал второй ход из варианта сразу и отдал ладью и пришлось сдаться. Ну, и сдержки, и сдержки блица с комментариями. Бывает и так. После этого была еще одна партия, в которой мой оппонент одержал победу. И вышел на отметку плюс два. Здесь был разыгран довольно интересный вариант защиты двух коней. Насколько я помню, все-таки здесь слон Е3, главный ход на два ноля возможно. Позиция для черных нормальная. А вот Ф6, да, вот это важный нюанс для тех, кто играет в этот франц. Здесь Конь-Ж5 возможно, но Ф6, видимо, сильнее. Действительно, черный отыгрывает материал с комфортной позиции. А если белые не берут коня, то нужно что-то делать с пешкой Е5, а это не так легко. Здесь у черных все шикарно. В партии тоже получилось нормально, Конь-Ж5, наверное, не ошибка. И здесь видно, что у черных колоссальный перерез, то есть мощная активность, игра против короля, но видите, как я быстро колоссальный перерез просто нивелировал. Ферзов 6 была сильнее всего, такая вот геометрия, а черные давят на пункт Е3. Это-таки в условиях классического контроля вполне находимо, в блиц ход под связку под рентген добровольно сделать не так легко. Из коня-Ж3 серьезная угроза на король Х1 следует вот такой вот мощный тактический удар. Ладья Е4, ДЕ, ФЕ нельзя играть из-за ладья Ф1. Белые здесь, видимо, терпят крушение. Вместо этого я сыграл Ферзю 6, это первая неточность, и Ферзь Х5. Видите, я все равно привел Ферзя на линию Аш, но за два хода и на менее удачную клетку. Здесь, кстати, еще зевал, видимо, что-то, да? Слон Ж5, Ферзь Ж5, Конь Е6. Ну, это возможность не выйдет очевидной, я вполне понимаю, почему его соперник ее пропустил. Мне снова удалось завладеть Перевесом, здесь С5 сразу побеждала, да? С идеей потом сыграться ДЕ8, но и в партии, в партии, конечно, ДЕ8 тоже вполне неплохо. После Ферзи в 25 белых все равно беда. Ну и здесь видно, что черные должны сразу выигрывать, но, конечно, флаг уже падал. Ну, конечно, и красивый ресурс, и, в принципе, совершенно несложный. То есть, ну, ЖАЖ, думаю, здесь можно после ЛДЕ2 как-то сразу выиграть. Ну, и простой Ферзи в 5 приводит белых к позиции, где можно задаться. Ну, по крайней мере, в условиях партии с более медленным контролем, потому что Харалевский фланг в руинах. Ну, вместо этого была сыграна ЛДЕ2, тоже, конечно, трудно удержаться от хода с темпом. Здесь неожиданно не могу никак сразу выиграть, потому что это контр-связка. И моя ЛДЕ2 тоже не может двигаться. Конь Е3 я видел, на самом деле, удар. Он действительно проходит. Мне почему-то захотелось чего-то большего, чем вот эта лишняя пешка. Ну, в итоге, вместо большего получилось меньшее. То есть, слон Д3, конь Е1. И здесь я начал гранять флаг, полностью потерял контроль над ситуацией. Кстати, черные опять-таки красиво побеждают. Слон Ф5, Ферзь Е2 и конь Е4. Еще брать на Е4 нельзя за Ферзь Е2, но если его не брать, то конь идет на Ж3. Хотя, на самом деле, брать надо продолжать, да? Конь Ж3, король Ж2. То есть, движок здесь продолжает, конечно, демонстрирует невероятную совершенно силу игры. Ну, утверждают, что после слон Д4, ФЖ, Ферзь А3, белых лишняя ладья, но они ничего не могут сделать против угрозы конь Ж3. И вот интересно, что происходит. А, и сразу Ферзь А3, это просто ФЕ на слон Д4 и конь Ж2. То есть, да, вот это строго единственный вароход, но достаточный. Это было, конечно, достойное завершение этой партии, но вместо этого я просто отдал весь материал. И с учетом по-прежнему полный порядок, но там, как вы помните, у меня была секунда на часах. После этого случилась очередная белая партия. У нее была сыграна русская партия. Ф5 ход, конечно, довольно слабый. Надо брать на Ц3 или отступать на Ф6. Ф5 вызывающий, довольно любопытно, но на полное уравнение черный так не претендует. К тому же, этот ход Ф5, он противоречит самому духу русской партии. Я постепенно наращивал перевес. Ц5, видимо, неплохая идея. То есть, не первая линия, но близко к ней. А вот уже на первую линию выходит ход Ц5. После БЦ, ДЦ. Где Е7, конь Е7. Где Е1. Ну, да, в общем, я играл эту партию более-менее неплохо. И про сопередника того же сказать нельзя. И партия, в общем, завершилась вот так вот. После этого была очередная черная партия. В которой, опять-таки, все было неплохо. Хотя, конечно, о никаком выигрыше речь не шла. Так, вот здесь я хотел сыграть Ф8. Но отказался по причине Ф3. Да, после Ф3, конечно, компьютер в очередной раз. То есть, все эти тактические идеи, они примитивные. Но, вот, сила движка в том, что он замечает их моментально. Здесь можно просто отступить на любое поле. И на ЕД следует Ф3. Но поскольку белые не могут забрать коня, они серьезно ослабили свою позицию. Но, такие вещи я находить не способен. Просто взял на Д4, Ц5. Получил, на самом деле, прекрасную позицию. Но, снова играл слишком медленно. Ж5, Х4. Здесь, да, Ж5, правильное решение. Х6, правильное решение. Здесь я не знаю, как можно было не взять на Х4. Хотя, видно, что белые прерывали взаимодействие ладьи и фер... Точнее, ферзя и слона. Слежа, можно смело сдаваться, на самом деле. Но, это оказалось слишком сложно для моего разума. Потихоньку белые слегка начали выправлять ситуацию. Позиция все равно плохая. Конечно, у белых очень плохая. Но, снова, в цветной ноте я не справился с управлением. Здесь вместо короля Х7, он же 7, надо было сыграть. Сам по себе ход под связку выглядит довольно плохо. Но, вот, важно, что черная ладья подключается к обороне. Ну, и, когда черная ладья попадет на Ж6, можно будет приступить к реализации огромного материального перереса. Вместо этого, через три хода я получил мат. На самом деле, конечно, это, наверное, еще не совсем проигранно. Надо отступать на Аш4. Но, это уже крайне неприятно и трудно находимо в условиях реальной партии. Но, после Ферз-Д5 объявили линейный мат. Ну, и последняя партия матча. В ней мне снова довелось играть белым цветом. Опять мой соперник не до конца разобрался в этом дебюте рейте. Опять, ход мне так же не нравится, как и ход С5. Вот, повторюсь, что надо играть Ф6 или слон Ж4. По мнению, скажем так, комментатора. Здесь снова белые проконтролировали центр. Ну, Аш3 мне ход не очень нравится. Но, видимо, все-таки у белых полный парадокс. Даже движок считает, что можно сыграть конь Е5. И что на Ферз-Д6? А, Ферзи в три. Очередная тактическая возможность. Нападая на плунг Б7. На Ферзи Е5 Ферз-Б7 с победой, судя по всему. А на ладья А7 еще один мощный удар в Б6. Ферз-Б6 просто вот так вот белые завладевают гигантским позиционным перевесом за счет белых полей. А если... Ну, если уйти ладьей, то там на Б7 бесит. То есть, да, это было довольно четкое решение. Слон Ж2 тоже неплохо. Неплохо. К тому же, следующим же ходом мой соперник здесь кругло подставился. И тут я все-таки нашел все сильнейшие ходы. Довольно легко выиграл. Но, к сожалению, это была последняя партия матча. И матч закончился со счетом 6-5, если я не ошибаюсь, в пользу моего оппонента. Но он мне доставил довольно большое удовольствие. Все партии были интересные. И, конечно, жаль, что цветнотник наступал так быстро, но ничего не поделаешь. Это Блиц. Надеюсь, что вам тоже понравились хотя бы некоторые из этих партий. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров. С вами был Никита Петров.